Здравствуйте, дорогие подписчики! Подслушно были Dance International. Сегодня у нас в гостях великолепная танцовщица Айда Хасан. Здравствуйте, Айда! Рада приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Вы первый раз в нашем городе? Далеко нет. Далеко нет. Во-первых, большая часть моей семьи живет постоянно здесь. У меня есть дяди, тети, братья, сестры. В основном они все здесь. Мы единственные, которые живем в Москве. Я закончила в вашем славном городе университет, Санкт-Петербургский государственный университет культуры. По-моему, так он называется, сейчас там менялось название. По специальности международник. Нет, секунду, культуролог-международник. Это интересно. Да, насколько я помню, это было очень интересно. Я ни дня в своей жизни не работала по специальности, но было интересно. Айда, расскажите нам о своем пути в бэлли-дэнс. Как вы пришли в танцы? Ну, это как раз тот случай, когда не я, не человек выбирает путь. Путь выбрал человека, потому что я сознательно не сделала ничего для того, чтобы стать исполнительницей восточного танца. Произошло все очень просто. Я из цирковой семьи. Николай Павлович Столяров мой отец, Ирина Владимировна матушка, и я ребенок, что называется, родившийся на опилках. Есть такой термин цирковых детей. Мы постоянно были в разъездах, постоянно на гастролях. Я сменила большое количество школ за свою жизнь. И отец был старше мамы, много старше. И наступил такой момент, когда они вышли на пенсию. А в соседнем подъезде, в Москве, у нас жила Алка Плавна Женатаева, Царствие Небесное, которая, в свою очередь, являлась на тот момент директором программы в РИТЭ. По-моему, это все-таки был единственный восточный ресторан. В то время это еще был Советский Союз. Назывался он Альшам. Он явился цитаделью, которую выпустило большое количество танцовщиц, которых мы сейчас знаем, моих коллег. И мне было лет, наверное, 12. И я тогда работала, папа мне поставил номера цирковые, оригинальные. Но поскольку общая стилистика заведения была восточная, мы переделали музыку, переделали костюмы. И в первые разы моего нахождения на этой сцене были не танцевальные. То есть это был не танец, это были оригинальные номера. А потом я подумала, вот честно, своим детским умом в тот момент, какой смысл мне корячиться в прямом смысле. Потому что было достаточно сложно и достаточно, скажем так, были моменты опасные, ну не для жизни, но для здоровья физического точно, если бы я что-то сделал не так. И когда у тебя каждый день перед глазами очень хорошие танцовщицы, и тогда у нас была очень хорошая публика, я искренне желаю девочкам, которые работают сейчас, получить ту публику, которая бы она была. У нас вообще было все очень серьезно. У нас лежали трудовые книжки, у нас был штатный хореограф, штатный балетмейстер, у нас был цех по пошиву костюмов. Все было очень серьезно, солидное официально. Вот. И где-то, наверное, в 13 лет, сшив сама себе свой первый костюм, я вообще рукодельница, я вот вышла. Это было, на мой взгляд, ужасно, потому что такой еще был, видимо, у меня сложный подростковый период. И папа мой мне сказал, у тебя было такое лицо, когда ты вышла, тебе бы еще автомат в руки, ты бы чтоб всех перестреляла. Потому что я бы... Я совершенно не понимала, какого вообще... Я должна еще улыбаться, вполне достаточно, что я уже вышла, еще и улыбаться. И это было очень... Забавно вспоминать. Вот. Ну, мало-помалу, видимо, я начала обрастать, впитывать в себя все эти вещи. Вот так это произошло. Естественно, органично. Меня жизнь не спрашивала, хочу я стать танцовщицей или тет. Это правда, судьба. Да, да, да. Айда, вот у вас такое интересное имя, Айда Хасан. Это псевдоним или... Нет, сначала это был псевдоним. Ну, во-первых, у меня есть две танцовальные мамы. Первая это, повторюсь, Алкоплана Женатаева. Для нас большое горе, большая потеря до сих пор, что она ушла. Ну, незаслуженно рано совершенно. Она много сделала для нас. И в Египте это мадам Айда Нур, которую я буду бесконечно любить и уважать всю свою жизнь, потому что это человек, большая актриса, человек с большой буквы, большой внутренней силы, и женской, и такой жизненной. Я когда первый раз приехала на первый контракт, это была Александрия, отель Сан-Живани, который, в свою очередь, тоже является такой цитаделью для очень многих, известных в данный момент, египетских танцовщиц. Опять повезло. Опять повезло. И ой, там произошел очень смешной момент. Я же приехала молодая, борзая, московская танцовщица. У меня был такой повышенный темп танцевания, 220. До сих пор говорят, что в те времена, да и чуть позже, у меня попа доставала до затылка. Готую сделала. Она очень активная. И наш хозяин, господин Васим, такой был дядька, солидный, высокий. Он хозяин всей сети отелей Сан-Живани. Я проработала где-то неделю-две. Он в итоге подозвал митро до отеля, мистера Адель, как сейчас помню, и сказал, значит так, выбирайте, или я, или она. Больше не могу. Я спрашиваю, ты почему? Он говорит, я кушать не могу, когда она выходит на сцену. Говорит, кто-нибудь объясните, этой русской, что не надо так дергаться, бегать, говорит, и вообще сходить с ума. Говорит, я сажусь спокойно поужинать, получить удовольствие. А тут, говорит, вот это, вертолет, говорит. И в этот момент он меня познакомил с мадам Айдой. Ну, меня как второклассницу, применившуюся, вот так взял за руку. Вот так вот подвел к столу, где ужинала мадам Айда и сказал, сделай, пожалуйста, из вот этого что-нибудь путное, ну, если получится. Вот. И мы начали с ней заниматься, и у меня был очень серьезный, что называется, инсайт, да, вот такой вот приход, ну, до слез, до слез. Я ревела от злости, потому что я не понимала, какого черта я здесь делаю, когда я уже вся такая из себя потрясающая. А мы ходили, мы могли час, я могла ходить за мадам Айдой и делать шаг два-три арабеск, шаг два-три арабеск. Она таким образом очень правильно меня дисциплинировала, наверное. ломала в прямом смысле слова, да. И когда, когда я наконец поняла, что от меня требуется, вот это был в прямом смысле слова катарсис. Это то, что я пытаюсь делать сейчас, вот, и последние 15 лет со своими ученицами, ну, потому что, когда понимаешь, перед тобой открывается какая-то бездна вообще совершенно. эмоционально, не физическое, а именно вот эмоционально. Вот. И встал вопрос о имени. Здесь тоже очень смешная история. Общеизвестно, что в арабском языке нет звонкого звука вэ. Меня зовут варвара. Арабы, не египтяне. Они говорят вместо вэ такое фэ, приглашённое. Фарфара. Фар по-арабски крыса. Поэтому фарфара соответственно получается крыса-крысовна. И совершенно, ну, с таким именем делать на сцене совершенно нечего. И первое, что для меня придумали, это были музыканты в Сан-Живане, которые работали. Они мне придумали потрясающе красивое имя Гавахер. Вот, на мой взгляд, это такое вот название для комбайн Беларуси, да, на самом деле Гавахер это означает драгоценность, сокровище. Очень красиво. Но я, мне прям вообще не нравился. Реже, да. Ужасно, Гавахер. И потом я попросила мадам Айду, я говорю, что-то надо делать, но я не хочу быть ни Фарфарой, ни Гавахером. Она говорит, ну, давай не будем далеко ходить, дочка и дочка, говорит, а иду, будешь, а иду. А я говорю, а вам как? Она говорит, с меня не убудет, не беспокойся. Вот, и, а потом началась, началась, началась долгая история, долгий роман с этой страной. Ну, во многом бытие определяет сознание, а я девочка начитанная, люблю в предмете разбираться, и, скажем так, религиоведение у нас был один из профилирующих предметов в университете. С замужеством это было не связано никак, совершенно это не имеет никакого отношения, но был факт того, что я пошла, Аль-Асхар, это большое учебное духовное заведение, исламский университет в Каире, приняла ислам. Для того, чтобы это сделать, чисто процедура, необходимы два свидетеля. Со мной пошла моя ля-биса, ля-биса это от арабского ля-бис, ну, костюмерша, та женщина, которая ездит с танцовщицей, помогает одеваться, занимается. Стилист? Нет, больше мне нравится слово дуэнья, вот она за мной ухаживает, там, вода, салфетка, то-то. Стилист-нянечка. Ня-ничка, да, Магда ее звали, и со мной поехал софа-фарит, потому что мы работали в то время, это было самое Айда имя уже найдено, а необходимо еще отчество и фамилия, а поскольку мы уже, вот, уже наша очередь подошла, для того, чтобы совершить эту процедуру, я спросила, Магда, как у тебя фамилия? Она говорит, Хасан, я говорю, Сафа, а вот по поводу общества, он говорит, пиши, Мухаммед, не ошибешься, как бы это. И вот таким образом это полное имя получается Айда, Мухаммед Хасан. Когда-то, очень давно, кстати, кто-то из ваших коллег питерских, была какая-то статья, я запомнила из этой статьи только одну фразу и взяла себе Залихватский псевдоним. Вот слово Залихватский. То есть, имелось в виду, что я, видимо, имя взяла Уайда Нур, а фамилию взяла Урак Ехасан. Ну, так вот, хочу вас заверить, что это совершеннейшая неправда и никаких таких далеко идущих планов у меня, в принципе, быть в тот момент не могло. Ну, вот. А у меня есть, называется Шихатта, это такое, это свидетельство. Где написано официально с печатью, что меня зовут так. Ну, это необычно, потому что никто серьезно так не занимается этим вопросом. Я все делаю серьезно. Это, кстати, не всегда хорошо, на самом деле, потому что серьезно занимается всегда много времени. Но, тем не менее, вот так. Ну, я с одинаковым успехом отзываюсь и на то, и на другое имя. То есть, я как-то разницы для себя, честно говоря, не делаю. Вот я знаю, у вас в Москве есть дом восточного танца. В чем вот концептуальное различие между школой, студией и домом? Это очень интересно. Ну, вполне возможно, что, может быть, фактически его и нет, этого различия, но есть дом, на самом деле, физически есть дом. Долгое время, последние 15 лет я снимала почасово зал. Потом стал вопрос, он стал сам собой, это не была моя инициатива, просто наши хозяева, я их понимаю, с чистой экономической точки зрения, мы им приносили денег меньше, чем это помещение может приносить. И я решилась на то, чтобы взять полностью. У меня два этажа, у меня два зала, большой, хореографический, под 100 метров, малый на втором этаже, четыре душевых, два туалета, там куча всяких подсобных повисей, стойка рецепшена уже куплена, что характерно. Я не знаю, безрассудство это или храбрость. в наше тяжелое время начать заниматься таким бизнесом. Но я искренне верю, что у меня все получится, потому что в первую очередь это не бизнес, это образ жизни. И дом действительно дом. Ко мне иногда приходят просто попить кофе, поговорить, пообщаться, двери открыты. И самое ценное в этом доме это люди, которые там находятся. У меня совершенно потрясающий преподаватель по классической хореографии. У меня совершенно потрясающие мои коллеги, которых я приглашаю и делаю классы. Прошла серия классов Филина Османа Рамазанова, прошла серия классов Елены Шамахан, Ирины Белопольской, моего педагога по хореографии Эльвиры Брагинга-Идбаева. Вообще большая удача, что я себе ее отхватила. Она была примой государственного ансамбля Узбекистана Бахор. Так что у нас идут и классы по узбекскому танцу. Моя задача такова. Я хочу, чтобы человек, допустим, проездом из Архангельска, скажем, куда-то там, в Дубае, да, через Москву, не думая, в любой день недели пришел в дом восточного танца и посетил и посетил что-то жутко-жутко интересное и полезное для себя. То есть я хочу, чтобы это функционировало постоянно. Плюс я очень хочу давать возможность молодым, у нас очень большое количество сейчас молодых, талантливых преподавателей, девушек, ребят. Я бы хотела со своей стороны помогать, насколько это возможно, тоже продраться в этих дебрях и как-то вот, как сказать, ну, продвинуть, наверное. Это круто, это круто. Вот. Ну вот у нас очень много педаголов, у которых есть свои студии, да, и вот нам интересно, с точки зрения финансов это выгодно или нет? Вы помещение это снимаете или все-таки это собственность? Нет, собственность это вряд ли произойдет, поскольку это памятник архитектуры, историческое здание, это был, насколько я понимаю, мы вообще находимся в каретном сарае бывшем, поскольку это такая пристройка, особня купцов Зубовых, но у нас потрясающая атмосфера. Видимо, там до нас раньше были лошадки, у нас живет Кузя, это кот? Домовенок, мне кажется. А, домовенок? Да, мы его слышим, он там швыршится, но он только добавляет уюта, вот. Безусловно, тяжело, хочется бросить все где-то раза три-четыре в неделю, под вечер особенно, вот. Тем более, опять же, мы знаем, какая сейчас непростая ситуация во всех отраслях. Будет только хуже, хочу сказать, вот. Но я верю, во-первых, я ничего другого делать не умею. так, даже нет, не так рассказала, я ничто другое так не люблю. Во-вторых, у меня есть бесценный ресурс, человеческий ресурс. поэтому я думаю, что когда человек не один, а владает большой поддержкой, получится все. Пока, пока на данный момент одни минуса. Но я уверена, что все будет по-другому. Опять же, повторюсь, это большой вопрос, храбрость это или безрассудство, или откровенная глупость, чтобы вот, я знаю, у меня коллеги мои, многие брали помещение и не выдерживали, уезжали обратно к себе домой. Но поскольку я уже дома, мне ехать уже, мне ехать некуда, поэтому я буду продолжать то, что ничего. Но это только со временем поймется, храбрость это или безрассудство. безусловно, время покажет, здесь как бы другого. Но миссия уже хорошая. Да, деток мы еще будем вот сейчас набирать деток, буквально, вот Елена Шамахан, она чудеет, мы ее мало знаем, что жалко, вот именно со стороны преподавания детям, она очень хороший педагог, психолог детский, она будет вести классы. Сейчас идет рекламная кампания, должны, должны, дай его. Айда, вот вы говорили, что вы были на контрактах, да? У нас очень много девушек хотят получить контракт, поехать в страну теплую, вот, да, теплая, наверное, больше всех привлекает. Какие минусы, плюсы в работе с контракт, по контрактам, да? И с чем вот вы сталкивались? Какие-то, может, странные ситуации, в которых надо как-то выбираться, из которых опасные, или наоборот, все было гладко? Как это было? Какой ваш опыт? Ну, безусловно, времена меняются. Получилось так, что я на контракте была, вот если честно рассудить, на контракте я была на одном. И обычно сейчас, что я имею в виду, я приехала на контракт, а потом я там и осталась. Два, около двух лет я проработала в Александрии, уже сама заключив контракт. И, ну, не полные пять, наверное, уже в Каире, уже переехала. Для роста карьер мы туда переехали. Вот. Ну, безусловно, в первую очередь, это скрупулезное изучение всех документов. Конечно, должна быть рабочая виза. Работодатели очень не любят делать рабочую визу, потому что это дорого, и если контракт, скажем, три месяца, она не окупается. Поэтому контракт обычно шесть месяцев. С другой стороны, шесть месяцев смотреть на одну и ту же танцовщицу тоже. Она должна меняться постоянно, да, для того, чтобы всем было интересно. Говорить об облике морали, да, ну, все люди разные, я не возьмусь, не возьмусь, как бы, кого-то судить, да, или, конечно, здорово было бы, если бы все мы высоко себя несли, с уважением относились ко всем работодателям и гостям, и требуя к себе такого же отношения, но и здесь каждый сам себе хозяин. Плюсы. Это, безусловно, погружение, да, вот в ту культуру, о которой мы постоянно говорим, потому что можно бесконечно долго, да, я вот, я всегда всех клеймю позором, да, когда я слышал тему мастер-класса «Мимика и жестикуляция в арабском танце», меня начинает трясти мелкой дрожью, думаю, что ж такого, можно сделать там, и чего нельзя сделать, нельзя сделать здесь, или и так далее, и так далее, потому что это, на самом деле, можно объяснять очень долго, а достаточно походить по рынку, посмотреть, как так же, скажем, египетские женщины, но не торгуются, торгуются активно, это целый спектакль, понаблюдать, как они себя ведут, как они ведут себя, когда они смеются, как они ведут себя, когда они злые или оскорблены, вот это вот, есть живые эмоции, вот, мы сейчас говорим, да, о погружении, конечно, это язык, я считаю, что, ну, язык, в принципе, прилипает, если к этому делать, стараться, да, к этому идти сознательно, язык прилипает мгновенно, арабский язык, особенно египетский диалект, очень простой, есть, как бы, схожести, да, и с русским, возможность постоянно находиться в окружении той музыки, тех фильмов, тех сплетен, и так далее, и так далее, это все здорово, это все очень здорово, и, конечно, но здесь, мне кажется, есть такая опасность заиграться немножечко, она так, вечная, наша вечная игра в арабку, потому что, мы же не арабки, и нас позвали туда, и нас приглашают туда, потому что мы не арабки, да, потому что им нравится как раз вот этот удивительное, как это, схождение, вот того, что сойтись не может, да, когда абсолютно европейская девушка, если она еще и блондинка, это вообще будет потрясающе, понимает их язык, да, может поддержать шутку или сама пошутить, или тогда, вот, диковинка такая, безусловно, экзотика, скажем так, да, нарваться на неприятности можно, в принципе, и дома, вот, я все-таки, наверное, скажу так, все будет зависеть от поведения отдельно взятого человека, и дистанцию лучше держать, лучше держать, потому что дистанцию сократить можно всегда, а вот восстановить субординацию бывает очень тяжело, не сломается ни у кого язык, если она скажет не Мухаммед, а скажет господин Мухаммед, да, своему, скажем, менеджеру, работодателю, ничего с вами не произойдет, но тем самым вы выставите уважительную, да, систему общения между вами, и, потому что одно дело, мухаммед, да, и совсем другой, господин Мухаммед, что в ответ вы услышите, мадам, а не, эй, мне кажется, это очень здорово, вообще, вот эти тонкости, тонкости в бытовой речи, да, как вы здороваетесь, как вы спрашиваете, там же, этикет, этикет, нужно, ну, постарайтесь, об этом сейчас информация, огромное количество, да, никогда, мы русские, мы сразу так, и прямо, одели, давай, одели, сразу встретились, говорим о деле, такого не произойдет там, да, сначала нужно задать, меня это очень всегда раздражало, это огромное количество словесного мусора, да, то есть спросить там, как твоя питьюрная тетка поживает, а достали ли вы то лекарство, о котором ты мне говорил полтора года назад, это, то есть пока вот это все не, пена не сойдет, только тогда, так аккуратненько, вы будете говорить, начнете говорить о том, почему, собственно, приехать, вот, но этому тоже надо учиться, ужасно затрепанная фраза, восток дело тонкое, вот совершенно не теряет свои неактуальности, неправильности в этом плане, все человек, личность, личность, конечно нужна поддержка, конечно, вот вечно стоит вопрос, я очень много раз слышала, что, ну скажем прямо, да, без любовника, араба, ничего не выйдет, ну могут же же быть друзья, а может быть любовь абсолютно, ну мы же не знаем, где она нас настигнет, правильно, и допустим там, ай, у нее любовник араб, поэтому у нее все получилось, ну я никогда бы не позволила себе такое сказать, потому что все люди разные, и ситуации разные, сейчас, мне кажется, времена наши стали более прозрачны, сейчас никто, ни одна актриса, ни танцовщики, не позволят над собой смываться, все сразу будет выложено в фейсбуке, в инстаграме, поэтому и работодатели сейчас тоже стараются держать себя в рамках, да, 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 нет, конечно, были истории там, допустим, какой-то импресарио агентом, скажем так, пока не узнает вас досконально, да, вряд ли поможет вам продвигаться дальше в карьере, люди разные, понимаете, а есть агенты, которые прекрасно себя ведут, да, и приносят много-много, здесь нужно еще понимать такую вещь, танцовщица, ну, в Египте, я не буду говорить про другие страны, да, потому что, я была еще не раз в Алжире, но это были больше каникулы, чем контракты, вот, получается, что вы глава небольшой, небольшой фирмы, небольшой корпорации, потому что вы, контракт на ваше имя, да, вы нанимаете музыкантов, да, по сути, у меня был вот такой грузбух, у меня была книга, где я записывала, так, сегодня у меня скрипка, другая скрипка, флей, то есть каждый там Ахмед, Мухаммед, Адель, Мамдох, все-все-все, сколько каждый должен получить, после каждого шоу, я иду, получаю деньги в кассе, вот, в кассе, или же они идут там на банковские счеты, я каждому выдаю зарплату, то есть, это, это, помимо, танцы танцами, а здесь еще нужно заниматься бухгалтерией, и если мы говорим о Египте, мой искренний совет, не заигрывать с государством вообще никак, вообще никак, у вас должны быть все документы, у вас должны быть все, иначе достаточно одного, даже не телефонного звонка, а какого-то где-то, да, сообщения, приходит полиция, и вас забирают в тюрьму, если что, один раз, именно в тот день, когда я забыла портмоне с документами дома, это было просто, закон подлости, ну я, я съездила в отделение полиции, мы попили кофе, они меня для дела, мы просто вот так вот, посидели с офицерами, мой водитель съездил домой, привез портмоны, и на этом все кончится, но это вот удивительная история была, именно в этот день, вот, а так, я советую девушкам, в этом плане, быть очень осторожным, танцовщиц, в Египте, курирует полиция нравов, государство, да, есть такой государственный офис, мусу на фарт, вот, и там существует отдельное отделение, здесь никаких таких иллюзий, питать не стоит. Айда, это правда, что вы выучили арабский язык? Это сложно было, не сложно? Я не умею писать и читать, поленилась, честно, но я достаточно сносно болтаю, хорошо понимаю, я могу смотреть, я фильмы смотрю без переводов, и периодически выступаю переводчиком, если надо где-то помочь, на каких-то мероприятиях, это тоже было методом, опять же, я ничего для этого не сделала, когда мы переехали в Александрии, я жила очень так, как экспат, такая рафинированная, жила постоянно в отеле, кругом все были абсолютно договорясь, и в принципе не было нужды, а когда я переехала в Каир, и начала более такую самостоятельную жизнь, мне нужно было, ну, ходить по магазинам, и когда я приходила, скажем, не ехала в большой супермаркет, а шла в зеленую овощную лавочку у себя около дома, и говорила, было очень смешно, и сам продавец, вот мадам, вот это называется так, скажем, яблоко, и кило, он говорит, а если хотите половину, это будет нусы, и вот так вот так, вот так, у меня водитель не говорил по-английски, это тоже было очень смешно, опять же, скорее, не благодаря, а вопреки, все это произошло, ну, мне нравится, мне нравится, я свободно, у меня очень хороший английский, я свободно говорю, и арабский вообще красивый язык, очень красивый язык, именно египетский диалект, потому что классический, он много сложней, или я там не согласна с некоторыми произношениями, они мне просто не получаются, а именно египетский диалект, бесконечно красивый язык, очень много есть висей, которые гораздо легче сказать на арабском, они более емкие, нежели чем перевести, вот, кстати, вечный, вечный вопрос, слово «дала», не знаю, и хорошо, это то, что мы лет 16 тому назад, вот, и можете меня за это ругать, это моя вина, я лично перевела это как арабизм, я абсолютно понимаю, что это неправильно, да, потому что, ну, слово «арабизм» в русском языке имеет абсолютно другое значение, но на тот момент, создавая критерия для конкурса, вот, как раз было постоянно, от нас ускользало, вот этот момент, когда, допустим, техничная, красивая, потрясающая танцовщица, но чего-то не хватает, атмосферности какой-то, да, вот, вот, абсолютно, ты понимаешь, что вот, вот, чего-то, это вот как раз и есть, та самая «дала», слово «очень емкая», это и кокетство, и женственность, и, ну, вот, если проиллюстрировать, сексуальность, первую, тоже, все, все вот в этом, в одном слое, вот, если проиллюстрировать, разницу, да, допустим, когда, это вот прям в моей школе, вот в доме это происходит, достаточно часто, я каждый раз, я очень смеюсь, когда я говорю, девочки, вот мы все выучили, все, как я говорю, сделайте немножечко, ну, чуть более чувственно, секси, почему-то европейские, русские женщины, сексуальность воспринимают, вот таким вот образом, вот, вот такой, получается, какая-то, хищница, такое нападение, египтянка, в свою очередь, сделает вот так, она откроет горло, она улыбнется, она вся, она откроется, вот понимаете, как они нападают, а мы, наоборот, мы нападаем, обнаженное горло, вот даже вот, в животном мире, да, или там, когда собачка на спинку, ложится, да, и пузико тебе пускает, говорит о том, что она абсолютно тебе доверяет, да, и знает, что, как будто, не обидишь, вот тоже самое, посмотрите, какая разница, у нас вот это вот, такая, дешевая стриптизерская подача, а там будет вот, вот все сверху, наверх, да, вот это есть, та самая Дала, она еще, она в плечах, она вся вот здесь, вот это, это дико интересно, вот вот, начинаем с лингвистической, да, какой-то особенности, а нате, когда вот развиваешь всю эту историю, приходишь ко многим, девчонки, берите на заметку, да, берем, берем, Айда, наша подписчица еще не знает, но скоро вы будете педаголом нашей онлайн-академии, как вы вообще относитесь к онлайн-обучению, был ли у вас какой-то опыт, сейчас часто все сферы, которые мы видим, переходят в онлайн-режим, вот, что будет, если восточные танцы тоже отчасти уйдут в онлайн? Ничего плохого, мне кажется, не будет, будет только хорошее, тем самым мы, мне кажется, в разы расширим нашу аудиторию, адептов нашей секты, грубые, ну, а куда от этого деться, это наша реальность, это жизнь, у меня большой опыт, очень большой опыт избегания открытия онлайн-школы, видимо, потому что мне тяжело заниматься чем-то, чего я не знаю, не могу понять до конца технически, но мне кажется, я уже дошла до предела, и теперь это неизбежно совершенно, и будем работать, я готовлюсь к созданию классов для Академии, для подслушанной Билли Дэнс Интернешнл, я думаю, что это будет хороший старт для того, чтобы продолжить в дальнейшем, ну, потому что, на самом деле, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Новосибирск, но это же еще не все, у нас огромная страна, и огромное количество девушек и женщин, которым, ну, не то, что помогло бы, мне кажется, иногда это просто физически необходимо почувствовать себя в нашей не всегда простой жизни, вот просто откровенно, королевой, принцессой и красавицей, нас, может быть, не всегда в детстве хвалили родители, понимаете, не всегда нас хвалят мужчины наши, поэтому давайте хвалить себя сами, и это, ну, это бесконечно поднимает настроение, вообще, тонус жизненный, мне кажется, ничего плохого, только хорошее, только хорошее. Айда, что вы думаете про соцсети, как часто вы в них сидите, и сколько времени вы тратите на них? Ну, это неотъемлемая часть жизни любого современного человека, конечно, хотелось бы, чтобы все происходило само собой, но в данном, вот я прекрасно понимаю, что нужно, это еще одна профессия, еще одна работа, которая требует подготовки, усилий, знаний, навыков, я не обладаю этим всем в полной мере, но я стараюсь, и опять же, у меня есть поддержка в виде моих друзей, подруг, коллег, плюс оплату, работу профессионалов никто не отменял, вот, я пока еще не начала, вообще, конечно, проблема нашего поколения заключается в том, что когда мы работали, работали в полную силу, когда был пик, да, скажем, в абсолютном слове, в смысле этого слова, пик карьеры, интернет был в таком зачаточном состоянии, то есть не было ни Инстаграма, мне кажется, сейчас молодые девочки могут не поверить, скажут, может быть, вы еще и динозавров видели, половая возможность, но не было ни Инстаграма, ни Фейсбук, ничего, и, конечно, ну, сказать, что я жалею о чем-то, да нет, но все должно происходить своим чередом, мы над этим работаем, я над этим работаю, за мной следит сын, чтобы я не залипала, вот, очень смешно, он комментирует, когда, допустим, засыпаем, я на ночь просматриваю ленту, он у меня лежит, вот здесь, вот, 6 лет человеку, он такой, а у меня же сплошные танцовщицы в друзьях, и он, значит, я листаю, он такой, так, голопузая, 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 о, щищеньки, а, голопузая, голопузая, я говорю, все, золотит, то есть, я понимаю, что уже при нем, да, комментатор, ну, да нет, здорово, на самом деле, что мы можем друг за другом наблюдать, и, конечно, не все, скажем так, хорошо, но, вообще, это, прозрачность сегодняшней жизни и скорость информации, безусловно, заставляет людей держать себя в тонусе, следить за тем, что они делают, за тем, что они говорят, ну, во всяком случае, с моей стороны, то, что я жуткий трус, я ужасная трусиха, и 500 раз подумаю перед тем, что-нибудь ляпнуть или сделать, и так далее, и так далее, поэтому, ну, я вижу в этом, в разумном подходе к этому, я вижу великое благо, скажем так. А насколько этично выставлять всю свою танцевальную жизнь, или как-то активно продвигать себя в соцсетях, как думаете? Мне кажется, ну, вот на ваш взгляд, вот просто с вашей позиции. на ваш взгляд существует, мне кажется, ну, во-первых, нельзя считать людей дураками, это в первую очередь, самая большая ошибка, которую, в принципе, человек может себе совершить, это посчитать себя умнее, чем все остальные, не будет такого, поэтому, мне кажется, люди прекрасно увидят, что происходит. И если человек, вы, наверное, имеете в виду случай, когда человек не особо талантливый, танцор талантлив в раскрутке себя. Да? Многим это помогает. Да, ну, я вас уверяю, если мы сейчас говорим, допустим, о каких-то деньгах, больших денег этим не заработаешь. Я знаю уровень гонораров фестивальных. Это красивая обертка и красивая картинка. Существует огромное количество танцовщиц на данный момент, которые ездят иногда и без гонорара, только для того, чтобы находиться на фестивале, для того, чтобы потом рассказать, показать, вот кто я, где я и так далее. Но... Ну, а как сейчас себя заявить? Вот какие способы использовать? Вообще сложно, конечно, потому что общий уровень танцевания повысился. Повысился конкретно. Он очень серьезный. Он очень серьезный. Очень здорово то, что девушки серьезно занимаются своей физической подготовкой. Ну, есть вещи, которые я чисто физически не могу повторить. Сейчас, ну, я уже не молода и не так нет в той прыте, скажем так. Но меня это очень радует, это очень здорово. Потому что в любой, в любом случае это благо, здоровое, тело, это здорово. Вот. Можно вот считать, что 15 лет назад было легче пробиться на вершине? Безусловно, потому что нас было меньше. Нас было меньше. Я помню время, когда нас было 6 человек на всю страну. Да. 6 человек. Вот представляете, как было здорово. А кто это? Аль-Шам. Я. Но это мы еще были совсем крошки. Маша Шашкова. Мне было 13 ей 12 соответственно. Елена Осман-Рамазанова. Федяева Таня. Сестра Зупарова. Вот и все. Вот вам 5-6 человек. Ничего себе. Ну это вот был тот, да, костяк, который... Это всего, с чего все началось, да? Да, да. Одна сцена. Потом появился еще Аштар-ресторан. Но смысл было абсолютно такой. Вот. Конечно, было легче, как вы считали, в пропорции. Совершенно. Сейчас, сейчас... Ну как вот девушки могут себя продвинуть вот сейчас? Ну понятно, ездить по фестивалям, да, там, показывать свои таланты, конкурсы. Но чтобы тебя пригласили, что надо сделать? Обнаружить. Ну это да. Учистить от участков, да, и преподать. Мы сейчас, знаете, к чему придем с вами к такому вопросу? Так или иначе, любые навыки, любые знания требуют систематизации. Угу. Да, и какой-то... То есть они должны вылиться в какой-то читабельный, удобоваримый продукт, да, если мы этим делимся. Получить образование. Наверное, все в наше время хореографическое образование у человека, который занимается танцем, совершенно не лишняя штуковина, я хочу сказать. Совершенно. Добавляет серьезности. Понимаете, в чем дело? Многие, многие долгие годы мы сетуем на то, что вот нас не показывают по телевизору, вот, а вот бальников показывают. Мы так, мы постоянно находимся в какой-то такой, в таком положении обиженных, недоцелованных, недолюбленных. Но если мы хотим к себе серьезного отношения, существует, существует отношение в профессиональной танцевальной среде? А, восточница, да, понятно, это есть. И если мы хотим каким-то образом изменить положение дел, значит, ну, логичнее всего начать с себя. Мир вокруг ты не переделаешь, ты не заставишь людей думать о себе иначе, но себя переделать можно. Значит, нужно добавить серьезности, значит, нужно добавить работы. Вот почему я была первая, это было, ну, это было лет 14 назад, я была первая, кто ввела хореографию, классическую хореографию как неотъемлемую часть занятия восточным танцем. Я до сих пор сама оплачу зарплату преподавателю. Люди не доплачивают за этот урок. Это часть, это урок внутри урока, потому что, понимаете, в чем дело? Был момент, когда, скажем так, общая доступность, да, была идеальная рекламная упаковка танца живота. Приходите к нам учиться корове-волчице, и вообще неважно, сколько вам лет, сколько вы весите, и вообще, если вы даже бухгалтер, это еще лучше, и так далее, и так далее. Хорошо, этот этап пройдет. Мы действительно привлекли, влюбили в себя огромное количество людей. Рост должен быть, развитие должно же быть какое-то, да, уже люди пришли. так, две восьмерки, два ключа, это, конечно, хорошо, это здорово, но необходимо куда-то двигаться еще. Потом мы начинаем, что всплывает? Вот мы с вами говорили до еще нашего с вами интервью, что, ну, я мало знаю здоровых танцовщиц, мало знаю здоровых танцовщиц, значит, видимо, восточный танец, это не такая уж и панацея, значит, где-то есть опасные моменты, о которых мы должны не только говорить, но и всячески ограждать наших учеников, да, вот этого. Что это за опасный момент? Это поясничный отдел. 99% всех полячек, да, и неприятных вещей, это оттуда. Почему? Потому что перед тем, как люди начинают заниматься восточными танцами, они должны подписать, вот знаете, как это, правило пользования, да, правило безопасности. Сейчас уже, кстати, некоторые так вводят, да, но перед занятием инструктаж, да, уже даже на листочках пишут. Но здесь дело даже не вы, понятно, вы предупредили, что вы, на самом деле, этим сам преподаватель с себя снимает всю ответственность и прикладывает ее, это, конечно, интересно. Ну, напоминает все равно, надо, конечно, каждый урок. Но здесь элементарно, да, здесь необходимо соблюдать три физических момента для того, чтобы полностью обезопасить исполнителя, ученика, неважно, коллегу от всяких проблем с позвоночником, особенно с кольцовым отделом. Я их не буду сейчас демонстрировать, да, это чисто технический момент. Три момента. Просто внимание, самоконтроль и память, да, и вот, не знаю, там, три месяца, полгода, все, этот человек прилипает, и человек остается, помимо того, что он занимается восточным танцем, он еще на глазах избавляется от всевозможных сколиозов, гиперлордозов, гиперлордоз, это вообще бич нашего с вами современного танца, он обрастает правильными, длинными, сильными мышцами, и ничего кроме блага. Но здесь сам преподаватель должен заниматься очень серьезно этими моментами. А об этом, об этом рассказывают в высших учебных заведениях, не стоит изобретать велосипеды в этом случае. Айда, вы не думаете, что вот занятие классической хореографии, там, классическое образование хореографическое, что оно может убить какую-то вот эти вот аутентичность Востока, арабизма, и что такое арабизм в вашем понимании? Мы уже немножко коснулись этого вопроса, да? Аутентичность, это прям вот самое мое нелюбимое слово, наверное. Ну, смотрите, давайте рассуждать логически. Какой момент в истории мы можем считать даты рождения профессионального эстрадного вида танцевального искусства, как восточный танец. Конец 19 века. Хорошо. Что тогда произошло? Выставка в Париже. Немножечко, немножечко вернемся вот именно к казино опера, к Бадди Моасанни. Фактически, что произошло? Фактически, она сделала очень простую вещь. Было взято интересное фольклорное начало, и были взяты европейские профессиональные рамки, то есть база, основу. Ну, грубо говоря, не болит в чистом виде, но принцип действия. И эти две папа-мама поженились, и получилось такое чудесное красивое дитё. Почему мы каждый раз уделяем огромное количество внимания одной составляющей, игнорируя при этом абсолютно необходимую вторую составляющую, понимаете? Ничего плохого в том, что человек, женщина, девушка, которая пришла заниматься восточным танцем, вдруг обретает красивую ровную спину, вдруг понимает, что её стопа может быть не только вот такой косолапой, но и несколько вывернутой, и так далее, и так далее. Я, наверное, сейчас сделаю серьёзное громкое заявление, я давно уже собиралась это сделать, звучать, оно будет так. Преподаватель по восточному танцу, который не говорит о необходимости классической хореографии как базы, или глупый, или подлец, или он об этом не знает действительно, значит, он глупый человек, невозможно этим профессионально заниматься танцем, и об этом не догадываться, или он это скрывает сознательно, преследуя какие-то свои цели, а я не хочу, чтобы вы были такие же классные, как я, ходить кривоногие, а я буду на вашем фоне выгодно выделяться, понимаете, потому что это очевидная правда любого профессионального танцевания. Далее, вот русские заболители великие восточный танец, элементами, это хорошо, но у каждого человека же существует совершенно необходимый для меня весь чувство меры, такта и хорошего вкуса. Уверяю вас, все знаменитейшие египетские танцевальные коллективы, Фаридреда, Каумея, все вот эти вот, у них любое начало урока также начинается у станка. Какого качества этот станок? Это уже второй вопрос. Это вот, я всегда говорю, когда я слышу, что аутентичное исполнение восточного танца подразумевает некую сутулость, косолапость и возможность почесать в ухе. Нельзя, нельзя лень и небрежность отдельно взятого египтянина или египтянки выдавать за общий национальный портрет. Это совершенно неправильно, понимаете? И никуда аутентичность не денется, если вы пропитаны любовью и уважением к тому делу, к которому вы занимаетесь, а не только желание всех поразить, чтобы все обалдели, да, и быть лучше всех вами движет, вы не сможете, мне кажется, просто невозможно сделать что-то не то. Это будет только лучше, только красивее, потому что немного, на 5-10 градусов вывернутая стопа технически дает огромный потенциал, чего никогда нельзя будет сделать, если ваши ножки смотрят друг на друга, да, грубо говоря, если вы косолапите, понимаете? Никогда невозможно, не будет возможным технично работать бедрами, если вы в гиперлордрозе вот так вот прогнуты, что называется, сначала идет девушка, а потом уже за ней идет ее поп, не получится, потому что вы уже бедра замкнуты в замке, у фронтальной работы уже никакой не получится. Это технические нюансы, но это то, без чего невозможно совершенно существовать в наше время, ни преподавателю, ни исполнителю. Хватит врать, нужно. Понятное дело, что мы разумные люди, я не буду требовать, чтобы человек пошел в хореографическое училище на 10 лет, ни в коем случае, но существует объем знаний и навыков классического балета, который необходим для исполнения восточного танца. Если попытаться ограничить, это, условно говоря, первый, второй, третий класс хореографического училища. Это постановка корпуса, это сильные ноги спина, это порт-де-бра, это абсолютно беспроблемная возможность скрутить столько поворотов, сколько тебе надо, и при этом не упасть в обморок. Ой, у меня голова кружится. Вот это технические необходимости для того, чтобы качество нанесовать. Вот уж коль я зашла речь, давайте поговорим о конкурсах. Да, все больше появляется таких спортивно подготовленных, хореографически, может быть, даже гимнастически подготовленных девушек, но все меньше становится индивидуальных девушек. Я бы за то, чтобы они нашли какое-то название для того, что они делают, потому что это не рак шарки. Молотилка какая-то, иногда даже. Это очень красиво, это очень технично, но что их отличает, это абсолютная оторванность порой от музыкального ряда, такое ощущение, что у меня иногда складывается такое ощущение, я очень не люблю судить, очень не люблю судить конкурс, потому что это, во-первых, большая ответственность, а я всю свою жизнь бегу от ответственности, а во-вторых, не люблю. Редко когда можно отдохнуть, вот прямо сесть и отдохнуть и получить максимальное удовольствие, хотя возможно. Такое ощущение, что был отдельно написан просто список движений, и отдельно была выбрана наугад музыка. Понимаете, вот это основное моя претензия. Невозможно, мы абсолютные рабы в этом плане, рабыни в хорошем смысле слова, музыки. По вашему мнению, если, но все-таки пришлось посудить, вот вы судите, выступает девушка, которая использует миллион движений на одну секунду музыки, и девушка, которая как бы пришла с своей индивидуальной манерой, но при этом танцует, пускай даже потуже музыку, достаточно спокойно и растягивая эту музыку, да, то есть, если у той миллион движений на одну секунду, то у этой одна-вторая движение на одну секунду. Я поступлю так, я посмотрю, если мы говорим о двух, да, ну, хотя бы технически одинаково, двух претензий, да, при претендентках, скажем так, я посмотрю, насколько возможно успокоить первую и насколько можно будет расшевелить вторую. Нужно ли это еще? да, это же, на самом деле, видно все. и второй момент, который я сделаю, я поставлю себя на место работодателя. Я представлю себе, что у меня есть свой ночной клуб в Каире, и я подумаю, кого бы я взяла на работу, на кого бы пришли смотреть люди и заплатили, потому что это очень, это самый честный конкурс, то есть люди или платят за то, чтобы тебя увидеть, или не платят. И вот таким образом я принимаю решение. А на ваш взгляд, что нужно танцовщице для того, чтобы быть успешной и востребованной? Ну, мы говорим о шоу-бизнесе? По сути, да. Да. По сути, да. Плюс, скажем так, такое небольшое отягощение в виде преподавательской работы. Нагрузка. Нагрузка. Я, я сейчас буду говорить то же самое, о чем я говорю всегда. Но от этого суть, суть не становится менее актуальна. Личность, образование, харизма в такой последовательности. Сила личности может сделать очень многие вещи. Образование даст возможность, даёт возможность как можно больше читать, читать всего, разговаривать на любую. Те, вообще, когда идёт урок, в первую очередь, мы говорим, а во вторую мы двигаемся, движемся. И потом уже остальные какие-то невербальные идут моменты. например, я очень люблю разговаривать, я прям физически получаю удовольствие от того, когда много говорим, мне очень нравится. Но у меня есть знакомые, которые прекрасные танцовщицы, очень хорошие преподаватели и совершенно не умеют разговаривать. Ну просто им легче показать. на мой взгляд, надо работать над этим. Вот. И личность, всё-таки, вот если так собрать, многие вещи в одно это личность. Вот, для того, чтобы быть успешной танцовщицей, достаточно странно сейчас вопрос прозвучит, нужно ли быть аравичной? Показывает в последнее время, что совершенно нет. И тогда в этом ключе... Хватит играть в арабку. Слушайте, я вот о чём уже начала говорить-то. Создаётся абсолютно парадоксальная ситуация. Мы изо всех сил стараемся быть арабками. А там от нас ждут совершенно другого. Там хотят увидеть европейку, иностранку, что для них в свою очередь является экзотикой. Поэтому мы ходим по такому... Мне кажется, здравый смысл чувства меры и хорошего вкуса вот это то, что всем нам полезно. Не перегибать палку. Потому что, когда совсем... Знаете, когда приходит преподаватель в класс, всех называет хабибти, хотя она, не знаю, из Тамбова, и считает, вах, этот неинтолятый арбат. Для того, чтобы создать антураж, мне кажется, это просто по-детски смешно и наивно. Не этим антураж создается. Хотя, почему... Это интересно, но главное не увлечься окончательно, мне кажется. А тогда как вы относитесь к Russian были деншин, как его иногда называют? Он есть, это явление. И как к критике от египетских танцоров, педагогов? Как относитесь? Ну, не обычно хают? Нет, обычно происходит так. ты занимаешься своим делом, потом кто-то приезжает и говорит, о-о-о, так вы тут ничего не умеете. Сейчас я вас научу. Учат. Уезжает. Через полтора месяца приезжает кто-то еще. Говорит, о-о-о, так это вообще все неправильно. Сейчас я вас научу. И вот это происходит последние 15 лет со систематикой, скажем там, 8 раз в году. Претензии египетских мэтров и преподавателей в какой-то мере обоснованы. Потому что они всячески, они должны имеют право родить за чистоту своего искусства, собственных, ими же созданных стилей и так далее. Но у меня в этом случае есть серьезная претензия к ним, ответная. Почему до сих пор, хотя есть и знания, и потенциал, и возможности, и деньги, есть все. Почему до сих пор никто из людей, обладающих именем и положением в восточном танце, не издал книгу? Где? Не надо подробно, но хотя бы то, просто стили, направления, музыкальные особенности, костюм, этим занимаются все кто угодно, но не египтяне. Такая литература есть, но она не египетская. Почему те, кому принадлежит это богатство, богатство бесконечное совершенно, для того, чтобы каждый раз не смущать людей во всем мире тем, что все, что они делают, это неправильно, так вы подскажите, как? Вы дайте, В какой-то степени я догадываюсь, почему это не происходит, потому что гораздо более выгоднее ездить постоянно всему миру с мастер-классами и иметь возможность менять свое мнение, говорить на интервью одно и на следующий день на концерте делать совершенно иначе, как уже много раз было, а публика не имеет права и возможности спросить вообще-то. И получается, что что-то есть, что позволено звездам и есть совершенно другой пласт восточного танца, который позволен, скажем так, низшему сословию учениц и тех людей, которые вообще-то эти фестивали все оплачивают, потому что, если бы не было такого количества учеников, и фестиваля бы не было, согласитесь. Поэтому я считаю, что люди в этом плане, в этой ситуации имеют полное право на качественную, хорошую, честную информацию. Вот моя основная претензия, где книга, где обучающий материал. Вот и все. Айда, вот за последние годы Белли Дэнса достаточно большую трансформацию прошел. Скажем так, дайте свою характеристику и на ваш взгляд, и как изменились девушки, которые приходили 10 лет назад на обучение, и те, которые приходят сейчас. Есть между ними какая-то разница? Вопрос сложный, заставляет меня задуматься. Ну, сейчас больше возможностей во всем, мне кажется, начиная от индустрии красоты и заканчивая о скоростях передачи информации, о которых мы с вами говорили. Мне кажется, сейчас время заставляет людей быть более правдивыми и честными. именно именно отсутствие возможности обманывать является серьезным стимулом. Грубо говоря, если раньше не было интернета и что это за зверь такой восточный танец и люди, которые называли себя преподавателями, вешали абсолютно любую лапшу на уши, то есть сейчас движение одного большого пальца достаточно для того, чтобы увидеть, как это на самом деле должно происходить. Но богатство выбора, безусловно. Не знаю, я в этом плане не та старая бабка, которая вот в наше время была. Не, мне нравится все, что происходит. Мне нравится, что всего много и все разное. И это здорово. Чем бы человек, чем девушка, женщина, каким бы видом восточного Russian style, для аутентика или что-то. Мне кажется, это в любом своем проявлении бесконечно созидательно. Понимаете, оно заставляет моя работа, во всяком случае, танец с большой буквы заставляет следить за собой, заставляет думать о том, что ты делаешь и говоришь, заставляет сам процесс запоминания, скажем там, связки из восьми, там, из восьми квадратов, отращивает в нашем мозгу новые нейронные цепи. То есть, мы действительно становимся умнее, каждый раз, делая что-то, чего мы не делали раньше, мы становимся умнее. Разве это не здорово? И умнее, и красивее, и стройнее. Мне кажется, прекрасно. Мне нравится все, что происходит, я не буду блюзжать и ворчать по этому поводу. Каждый выберет сам, каждый выберет для себя сам. А все-таки разница между девушками тогда и девушками сейчас? То есть, сейчас, грубо говоря, мы постарели, потому что ко мне ходят те же самые дети. Это очень смешно. У меня ученицы уже, я родила, некоторые родили троих, и они возвращаются, так бывает. Это вообще, на самом деле, это какая-то уникальная вещь, это достойно, на самом деле, тоже в дальнейшем вылиться в какую-то книгу, наверное, но потому что это очень здорово. У меня вообще, у меня вот эта девушка, я не знаю, как в других, я слышала, что даже преподаватели на уроках орут и матерятся. Я тоже такое слышала. Вот. Для меня это дикость совершенная, потому что только через юмор, только через собственный пример. Но если говорить о коллективе, общем, танцевальном в моем доме, скажу, порядка 40-50 человек, плюс-минус, есть основной костяк, который хоть постоянно, есть люди, которые посещают достаточно вольно, но в общем, злым, завистливым интриганкам у нас неинтересно. Вот даже, когда они появляются, мы, как организм, на самом деле, не делаем ничего для того, чтобы их исторгнуть. Ну, просто, не за что зацепить, и как бы коалиции не создаются, какие-то там лагеря противоборствующие не получается собрать. И, мне кажется, желание, я повторюсь, я, наверное, об этом уже говорила, но желание и абсолютное право девушки или женщины сиять, быть самой красивой, самой интересной, оно не зависит от времен, от времен, финансового кризиса и тому подобных, прямо скажем, мелочей. А то, что мы, в частности, я, этому всячески помогаем свершиться, если говорить о тех двух минутах славы, которые достоин каждый человек, наполняет мою жизнь серьезным смыслом, очень серьезным смыслом. Айда, давайте поговорим о личном. Расскажите про свою семью и как она относится к вашему увлечению, к вашей работе и профессии. Как я говорил, я из семицерковой, папы, к сожалению, уже нет, мама, на данный момент она носит гордый титул золотой бабки совершенно, потому что она золотая бабушка. У меня есть сын, ему сейчас шесть лет, есть муж, удивительным образом он не араб, не египтянин, а вовсе даже московский грузин, можно сказать так. Мы вместе уже сколько? Около 11 лет, наверное, надо посчитать, я не помню. Да, около 11 лет. Вот. Но этот вопрос даже не обсуждается. То есть, моя работа это абсолютно неотъемлемая часть меня. конечно, я часто отказываюсь от гастролей, скажем так, если там не учтены мои финансовый интерес, потому что мне гораздо более ценно побыть эти выходные семьей дома. Ребенок, как любой современный ребенок, загружен, да, у него и подготовка к школе, английский, то и то, поэтому вечера хотелось бы проводить дома, а это не всегда получается, потому что вечерями я работаю. Вот. Семья это самое главное, что позволяет мне заниматься моим любимым делом. Они всячески этому помогают. Бывают очень смешные ситуации. Допустим, сидим, завтракаем, и я вижу на бороде у моего мужа блестки. А вчера он что-то просто пришел. Я говорю, ты где был? А у меня что-то как это, я беременна-беременна еще была. Я говорю, ты где был вчера? Откуда у тебя блестки? В стриптиз-клубе был. Он говорит, малыш, оглядись, у нас весь дом в блестках. Что вообще говорить? Такие бы смешные моменты. Вот. Хотела ли бы я, чтобы мой сын стал танцором восточного танца, нет. Это закрытый вопрос совершенно. Он очень, мне кажется, как многие детки, он очень любит музыку, он моментально начинает двигаться и копировать маму. Очень смешно, как мама делает Шимми, спрашивает периодически, не болит ли у меня живот, почему, ну ты же вот танцуешь так вот, меня бы заболел. Я говорю, ну, вот есть, такое особое искусство. И бывает забавной ситуации, но в целом я считаю, я считаю вообще себя абсолютно счастливым человеком, потому что, я считаю, сын-то вообще в принципе подарок, подарок танца, потому что у меня была ситуация, когда мне поставили бесплодие, чуть позже, там, спустя пару лет, стопроцентное бесплодие подтвердили и сказали, подрастете, лучше ребеночка из детдома брать, даже не пытайтесь. И в принципе я с этим жила всю свою жизнь, мои подруги знают меня, узнали, как такую убежденную child free и вообще, ну, фу, дети, от них столько мороки, и было очень забавно, на самом деле было очень забавно, я узнала, что я беременна на 13-й неделе, ну, просто поправилась, ну, наверное, ем, ну, да. Ну, уже третий месяц, да, уже четвертый, уже скоро пойдет. 12-й, не подписайтесь в себе. Ну, потому что я никак, ниоткуда не могла ожидать этого, то есть, были масса предположений, кроме того, что это беременность. Все остальное обсуждалось как бы совершенно спокойно. И когда я пришла на УЗИ, мне врач сказал, вот, мамочка, послушайте, как сердечко бьется. Я говорю, мое, да, сердечко, прекрасно. Я говорю, мамаша, да не ваше. Ребенок, и первое, что я вышла из больницы, ну, господи, надо кофе где-то и покурить. Потом такая, стоять, какой кофе, в какой курить уже все. Хотя муж считает, что это полностью его заслуга, я его не разубеждаю. Но я искренне считаю, я в этом абсолютно уверена, что это заслуга именно танца, потому что это все произошло в тот момент, когда я начала сознательно, ежедневно практически, да, заниматься техникой восточного танца именно на сомкнутых бедрах. можете считать меня полоумной или наивной, но я абсолютно уверена, что именно это дало мне возможность иметь то, что я имею сейчас, это большое счастье ребенка. да. А как ваш муж относится к танцам и что делать девушкам, которые, да, вторая половина... У меня муж совершенно не имеет ни малейшего отношения ни к среде искусства, ни к сцене. Я уже много лет прошу его вынести мне букет на сцену. А он мне говорит, что малыш говорит, да я в обморок упаду. Он панически боится вот публичности какой-то вот такой... Он считает меня совершенно в этом плане небожителем. Он говорит, слушай, ты выходишь на сцену, как ты не боишься, к себе на кухне. Вот для него это та часть жизни, которая для него совершенно недоступна. Ну, как таковому восточному танцу. Нет, ну, мы за столько лет мы друг друга, во-первых, хорошо изучили. Вопрос о ревности здесь не стоит вообще. Что нас ревновать, когда мы... Женщины учат женщин, потом эти же женщины танцуют перед этими же женщинами, и они же друг друга судят у нас, в принципе, мужской составляющей. Вы же не только перед женщинами танцуете. Скажем так, вопрос... У нас есть четкое разделение. Это работа, это жизнь. Я их никогда не путаю. И если я со сцены плотоядно и крайне похотливо смотрю на мужчину, который сидит в первом ряду, этот взгляд закончится ровно тогда, когда закончится песня. И я зайду обратно в кулисы. Вот и все. Потому что, выходя на сцену, я люблю и хочу всех совершенно без исключения. Но как только заканчивается музыка, наступает другая жизнь. Но мужчинам же больше нравится не то, что как вы на кого-то смотрите, а то, что на вас смотрят. Особенно, учитывая национальности. Я знаю, что он... Я слышал, что он хвастается. А-а-а. Да-да-да. Когда вот мужики, там, вот, а моя-то, а моя. Ну, вот так. У меня муж тоже. Грузинский кровей, почему-то считается в нашей семье, что меня нельзя захваливать, иначе я сразу задираю нос. Вы говорите, вот, поэтому... А вот так вот... У меня муж даже грузинский кровей, но он категорически против. То есть я прям борюсь каждый раз. Каждый раз прям борюсь. Нам надо нам с вами найти какой-то способ, да, вот это вот прибороть. Нет, нет. Мужчина должен быть великодушным и храбрым. Кажется, ревность это... А вот еще вопрос такой деликатный по поводу религии. Получается, если у вас ислам, у него это православие, да. Как вы уживаетесь? Совершенно спокойно. Это вещи, которые находятся внутри нас, и... Ну, то есть, не то, что у него посты, и он хост. Нет, ну, люди достаточно светские. Утренние молитвы, да. Я думаю, что это... Я глубоко уверена в том, что это личное дело каждого, и позволять себе сравнивать, критиковать, советовать или что-то подобное в такого рода вопросах я не позволю ни себе, ни никому-либо другому. Это лично. Да, это лично. Еще один вопрос. Традиционно для подписчиков подсушных Болиндэнс мы задаем этот вопрос всем. Поделитесь своими секретами красоты. Обычно мы просим, да, рассказать и показать о двух средствах косметических и двух парфюмах. Косметические средства мне вам продемонстрировать будет достаточно тяжело, потому что я предпочитаю колодца. Я делаю инъекции, но это просто, как бы, опять же, темп жизни высокий, и я не очень верю в то, что помазав что-то на что-то, можно это что-то как-то изменить. У меня есть косметолог раз в месяц, раз в два месяца. Я делаю определенную процедуру, легкие, не радикальные. Из радикального, из радикального, у меня подрезан нос. Да? Да. Вот можно даже посмотреть, видите, маленькие церамики. Но это, опять же, то, чисто, была моя такая авантюра. Я считала, что я ужасно курносый. Я считала, что мой нос похож на свиной пятачок. Меня не поддерживал никто, ни друзья, ни мама, ни... Я смотрю, я думаю, какой курортный носик все время смотрю. Могу посоветовать. Давид Рыбанович Гришкиан. Вот такой вот совершенно хирург. И вот это мне мама сделала подарок на Новый год 7 лет назад. Да? Да. Ну, ничего себе. Вот я прям... Никто не заметил. Никто не заметил. Все мои подруги, все сказали, как-то неуловимо похорошела. Ну, прям, что вот... Ну, это считается, что это качество операции. В этом и заключается, что как бы... Ну, вот это талантливое. Органично. Да, да, да. Дядька очень прям замечательный. И от бога хирург. Ботокс ни разу не колол. Я считаю, что вот пока есть возможность, нужно хорошо спать. Вот с этим проблемой я немножко не досыпаю, но когда-нибудь, наверное, же это произойдет. Пять дней в неделю пробежки. Вот если вы хотите искреннего совета, опять же, возвращаясь к нашим спинам и не всегда здоровым поясничным отделам, спортивная ходьба с утяжелением на ногах и с зафиксированной корсетом спиной. Это то, что из нас может сделать очень здоровых, сильных людей. Много воды, брокколи, тыквенные семя, тыквенные льняные семечки. Это очень женская история. Очень женская. Прямо убивает все прыщики. Каждое утро начинается одинаково. Пол-литра горячей воды с целым лимоном. Можно чуть-чуть меда. Это вот то, что уже много лет происходит изо дня в день. И каша, овсяночка. На воде. Айда, поделитесь, какой самый яркий мастер-класс, который вы посетили в жизни и, по вашему мнению, каким должен быть мастер-класс, чтобы вы его запомнили, чтобы он был ценен для участниц? Не всегда удается посещать классы коллег, честно. Ну и стараюсь даже не смущать своим присутствием иногда. Но был один класс, свидетелем которого я была. Это было в Каире. Это был класс Мадам Айдынур. Это был маленький, но очень душевный и симпатичный мне фестиваль Кэмп-Нугум, который делает Сафа Фарид. Мастер-класс к тому времени уже закончился Мадам Айды, фактически. Мы не хотели ее отпускать и попросили просто потанцевать. И она начала танцевать что-то из уму кольцун. По-моему, байданок. По-моему. Это все происходило во дворе отеля, на асфальте. она была в кедах, в тренировочной одежде. Но что-то такое произошло в те секунды, когда началась музыка, она совершенно изменилась. Она... Это единственный человек, который может своим танцем довести меня до слез. И слезы эти совершенно... Вот я сейчас говорю, у меня уже... Непонятного назначения и предназначения. Понимаете? Но это что-то очень светлое и что-то очень-очень классное. Это... Она единственная в этом плане. Неважно совершенно сколько человеку лет, комплекция, насколько она одета, да, в данный момент. Но она обладает вот этим абсолютным мистическим волшебством и этим искусством. Это Айдену. Это Айдену. Она однажды мне сказала фразу, в которой заключен для меня абсолютно весь танец. Хотите, расскажу? Да, очень. Она сказала такую вещь. Никогда не забывай о глухом человеке. Я озадачилась. Думаю, что это значит? Она говорит, очень просто. Представь себе, что в твоей публике во время твоего выступления сидит глухой от рождения человек. Так вот, глядя на тебя, он должен услышать музыку. Вот я сейчас вам говорю, у меня опять, у меня каждый раз тоже самое, у меня каждый раз начинает трепыхать сердце и проэпилированные руки встают дымом, понимаете? Потому что это настолько глубокая фраза, в которой заключен в принципе весь смысл всего происходящего. ритм и мелодия. То есть я должна показать это ритм, мелодия, текст. Вот три единства, да, вот эти вот, которые в принципе и руководят нами на сцене. Значит, нужно быть внимательным, чутким, умным и интересным, потому что можно своим танцем иллюстрировать что-то, что не очень интересно публике, а можно найти что-то такое, да, может быть там какая-то маленькая скрипка, где-то на окончании фразы, да, достать ее и обыграть так, чтобы ее все заметили и услышали. Это, 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 вот океан, понимаете, безграничный, абсолютно. Прошу прощения, потому что это волнительная для меня тема. Можно в принципе больше ничего о восточном танце не рассказывать. Понимаете? Нужно танцевать так, чтобы глухой человек услышал музыку, под которую ты танцуешь. И это вот может явиться хорошая иллюстрация к тому, о чем мы говорили с вами чуть раньше, да, по поводу российского танцевания, Russian Billy. Вот этого не хватает. Все остальное здорово, они потрясающие красавицы, костюмы, которых мне, да, в мою молодость, даже трудно было подумать, там, все здорово. Но вот этого не хватает. Помните о глухом человеке. Вот мы сейчас заговорили о эмоциях. Расскажите, пожалуйста, о своем самом запоминающемся выходе на сцену. Их два. Да. Я прям, вот это, это первая очень смешная, вторая грустная. Знаю Максим, это лодка, круизный ресторан, вы знаете, да, в Каире, я долгое время там проработала. Хорошее место для работы. По-моему, посадочных мест там около 300. Сейчас была какая-то реновация, ну вот тогда, когда я работала, где-то 300-350, где-то вот так. не хочу брать, но около того. Экипаж, я просто, вы себе представляете, что это было. Я уже к тому времени достаточно долго там находилась, и, скажем так, мужчина-блондин это не самое частое явление, которое можно встретить на улице, то есть ты привыкаешь к тому, что все достаточно смуглы, и тут меня не предупредили. А на, наверное, Максиме гримерная комната находится, грубо говоря, в трюме, то есть пока я сижу в своей гримерке, я не вижу, кто заходит, какие гости заходят в зал. Это была американская подводная лодка, полный экипаж, вот их был человек 300, Неви, представляете себе, американских моряков, туда не берут, второсортных там. А до того, как прибыть в Египет, они были два с половиной месяца в автономном плавании. То есть вполне возможно, что я была первая полуодетая девушка, которую они увидели после двух с половиной месяцев автономного плавания. Я вам хочу сказать, что это было лучшее шоу в моей жизни. У меня было три костюма, соответственно, меня заносили на руках на сцену, и уносили на руках на сцену. А Софа, певец, начальник моего оркестра, и вообще все музыканты, они ржали без остановки, они просто вот трипогибели, потому что я была смущена и фраппирована всячески. Такое внимание, такое количество мужчин, и откровенно красавцы, огромные, блэп все-таки, светленькие, голубоглазые, они хохотали над моим смущением. Это было прям, вот если это прям так, громкий, хороший, серьезный успех. Ничто так не способствует успеху мужчин, как их предварительное воздержание. Вот так. А второй? Второе было Мэрилэнд, есть такой парк развлечений в Каире, и там был ресторан, я тоже долгое время там работала, открытая площадка, ливанский ресторан, большая, хорошая сцена, а там был эмоциональный такой момент, у меня была, скажем, личная трагедия, не помню, поругались, не расстались, поругались. Я что-то была очень обиженная, и Анна Финтезарак, Ому Кольсум, песня, я тебя жду, да, то есть все мое существование сведено к ожиданию у тебя, и видимо оно так вот наложилось одно на другое, вот мое состояние эмоциональное на тот момент, когда я окончила, это была одна из, это была последняя песня в третьем отделении у меня, зал встал, он был неполный на тот момент зал, это был там, это был не четверг, не самый гуляльный день, и когда я после шоу ко мне подошли мои музыканты говорят, мадам, что это было сегодня? Я видела, я сама плакала на сцене, и видела слезы вот у них на глазах, но это произошло, опять сейчас реветь будет, что такая чувствительная, это произошло бесконтрольно, понимаете, это не та, нет, это не та, я не могу назвать это искусством, это не имеет никакого отношения к актерскому мастерству, я не могу повторять это изо дня в день, так произошло, и видимо, такие вещи должны происходить редко или один раз, для того, чтобы запоминаться, потому что, если это делать, я не могу себя назвать ни в коем случае профессиональной актрисой, я слишком для этого нормально, то есть, вот это вот абсолютная актерская шизофрения, в профессиональном смысле слова, когда это все проживается, вот, вот, играет, нет, ну я, я очень профессионально строю глаза, это я уверен, а вот такие вот вещи иногда накрывает, вот, если говорить о двух самых запоминающихся моментах, это два, а если третий, вот, в хронологическом порядке он, наверное, был бы первой, первый, это вот, когда я довела мистера Васима до ручки, когда он говорит, Илья Леонет, это было очень смешно, прям вот, трогательно, по-детски, и опять же, самое большое мое счастье, это люди, которых я встречаю на своем жизненном пути, и которые меня окружают, потому что это феноменальное счастье, удача, вот так вот, скажу. Аида, спасибо вам большое за интервью, это было очень глубоко, очень информативно, и правда, очень интересно, и напоследок, дайте, пожалуйста, несколько пожеланий нашим подписчицам. Копайте глубже, я бы так сказала, потому что совершенно неправильно выдирать танец из контекста всей культуры, мы занимаемся культурой, составляющей культуры чужой и чуждой, в прямом смысле это слово, страны, нельзя выдирать танец из контекста культуры, когда мы занимаемся танцем, было бы здорово знать, что эти люди едят на обед, как пахнет воздух утром в их дворе, когда они просыпаются, как они торгуются на рынке, какой любимый фильм у бабушки, какой любимый фильм у внука, потому что это два разных поколения. Читайте, изучайте, смотрите, есть огромное количество прекрасных египетских писателей, авторов, для того, чтобы понять, если мы играем в арабку, давайте это делать профессионально, для того, чтобы понять общий образ людей, населяющих эту страну, это можно сделать через литературу, мы с вами подходим сейчас в основном через музыку, это тоже огромный пласт, огромный пласт, я сейчас готовлю серию лекций о классической арабской музыке, о основе, о макамах, о всех этих вещах, мне самой дико интересно этим заниматься, да, вот сейчас мы заканчиваем интервью, я еду на мастер-класс, где мы будем говорить о Балиде, это тоже тема совершенно бесконечная, мой совет такой, копайте глубже, узнавайте больше, не ленитесь, будьте жадными до знаний, потому что именно ваши глубокие знания дадут вам ту степень свободы, которую может позволить себе художник или артист, чтобы никто не смог подойти вам и сказать, а вот тут вы делаете неправильно, ничего не умеете, я сейчас вас научу, нет, ваше оружие в нашем мире это знания и навыки, и еще, еще, никогда не терять чувство юмора и чувство собственного достоинства, я бы так сказала, я надеюсь, что я рассказала вам все самое сокровенное, все самое интересное, но это на самом деле еще тысячная часть от того, чего я знаю и умею, большое вам спасибо за внимание, с любовью, Айда или Варвара, называйте меня как вам угодно, 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 полосочки, нет для интервью, скажется, что они там пьют, сплетни, да, обязательно, мы же послушаем, ну да, а это, то есть, все, ничего, ну все, закончится, спасибо,